Привет, это Варлорд! Сегодня видео по теме Ниндзяга Наследия. Я уже снял на один набор Золотой Дракон и запустил крутой розыгрыш, о котором в этом видео вы узнаете. Ну а смотреть мы будем на набор Робот Самурай. В нем 154 детали, стоит он 1000 рублей официально и можно даже найти дешевле. Хочу отметить, что цены у нас не намного выше, чем в той же Европе. Как, например, в серии Overwatch все плохо, а тут более-менее. Коробочка у набора очень небольшая, но тем не менее приятная. Первый сезон можно отметить, что на коробке изображен мех Самурая Икс. Сзади есть кадры, где он изображен также. И помимо этого вот сами вот эти действия. Начнем мы с Самурая Икс. У фигурки две эмоции, красные доспехи, стандартный классический олдовый шлем Самурая Икс. И помимо этого имеются и принты на торсе, сзади. Могу сказать, что принты у фигурки неплохие, но то, что доспехи красные мне не нравятся, я об этом вам сообщаю. И также могу сказать, что это не самая интересная, на мой взгляд, версия Самурая Икс. Да, она по первому сезону, поэтому должна быть такой достаточно простенькой, но все равно я не могу не сравнить с другими версиями этого персонажа данную фигурку. Причем у меня есть версия именно по тому же первому сезону. Вот. Выглядит, на мой взгляд, не хуже. То есть, серебряные элементы, мне кажется, идут фигурки больше, чем просто красный на фоне бордового. Мне кажется, это гораздо лучшая версия, но у каждого, естественно, свое мнение. Помимо этого, есть у меня и другие версии. Например, вот эта, вроде 15-го года, сезон про призраков. Она так вообще выглядит супер круто. Но, тем не менее, вот с этой не могу сравнивать, потому что, как бы, персонаж тогда выглядел по-другому. Это уже другой костюм, но, тем не менее, вы просто посмотрите, насколько она и была интересной. Есть у меня и вот такая, вроде из пака с четырьмя фигурками. Здесь тоже золотой с красным отлично играют. И еще один Самурай Икс по 15-му году, сезону про призраков, но с прической. Вот, в общем, вся команда. Двигаемся далее. Здесь два скелета. Два генерала скелетов, Кранча и Нускал. У меня даже были и старые их версии. На мой взгляд, новые также, как и Самурай Икс фигурка, не стали лучше. Что у них изменилось? Сразу видно, что головы стали меньше. Кому-то понравилось, кому-то нет. У них раньше головы также были одной частью вместе со шлемом, в случае Кранча и в случае Нускала или Нускала, этим Эрокезом. Сейчас это надевается поверх, можно вообще их не надевать. Я могу сказать, что мне нравится эта голова скелета, поскольку этот череп можно использовать не только для скелетов из Ниндзяга. Каких-то отличительных черт героев здесь нет. В общем-то, Нускал обладает костяным топором, наплечниками простенькими, красным поясом и на торсе также присутствуют принты. Что ж, Нускал достаточно неплох, как и, в общем-то, и Кранча, хотя шлем здесь сомнительный. Даже, ну, если я скажу, что он нормальный, здесь не хватает точно наверху, допустим, кости какой-то. Здесь маленькая есть кость, знаете, в сериях различных Лего, и вот сюда должны были ее прикрепить. Имеется костяной меч бежевого цвета, также пояс у него синий, не красный, и здесь вся та же самая история с черепом. Но черепа отличаются. Один глаз здесь у него металлический. Меня расстроило то, что всего лишь один набор из новинок имеет скелетов. Это плохо. Я обходил скелетов гораздо больше, потому что, ну, мне они реально нравятся. Классные, даже несмотря на то, что дизайны изменились. Я снимал видео с коллекцией скелетов, кто не видел, вот фрагменты, можете посмотреть. А вот и сами доспехи. Старые были гораздо больше и гораздо больше походили на модели сериала. Гораздо больше. И шлемом, и всем этим. Но я буду хвалить данную модель, поскольку можно будет потом ее рублей за 700 купить. И это реально красивый экспонат на полку. Без лишних деталей, с лаконичным дизайном. Видно, что это не просто какой-то мех, а вполне себе доспехи самурайские. Потому что имеются какие-то наплечники, элементы, отсылающие нас к культуре. Наверху имеется флажок Самурая Икс и два статшутера. Сзади все достаточно плачевно. Тем не менее, моделька все-таки больше игровая. Да, если ставите на полку, какая вам разница, что там сзади происходит? Если это набор игровой, сюда можно в кабинку разместить Самурая Икс и затем все это закрыть. Что ж, сидит фигурка здесь достаточно хорошо. Также стоит отметить то, что руки на шарнирах и двигаются достаточно неплохо. Локтевой сустав неплох, может мне хотелось бы в нем чуть-чуть больше подвижности. Но это компенсируется тем, что кистью Самурая также двигается из оружия. Такой самурайский меч интересный, можно дать в руку. Мне нравится, когда у мехов есть холодное оружие большое. Ну а в другой руке также два золотых клинка, которые можно дать в руки Самураю Икс, Нии. И также можно, например, переставить сюда меч, если вам так нравится больше. Или вообще сделать второй, чтобы было прям совсем круто. Ноги также достаточно неплохо подвижны, хоть в коленях и не сгибаются. Подвижности Самураю хватает, на мой взгляд, с головой. Можно ему придавать различные интересные позы, боевые. Ну допустим, вот такая поза, когда он защищается от кого-то. Конечно, скелеты слишком, ну как бы, неубедительно смотрятся на фоне этой модели. Что ж, могу сказать, что я остался удовлетворен своей покупкой даже за 1000 рублей. На мой взгляд, набор себя оправдал. Ну и я обещал сказать про конкурс. В своей группе ВКонтакте по репосту я разыгрываю крутейший набор с Монастырем Кружицу. Так что переходим, делаем репост и потом смотрим все обзоры. Например, на Золотого Дракона, на вот этот до конца. Что ж, поддерживайте канал, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok